здравствуйте мои любимые у нас уже поздно или как сказать рано или поздно короче совсем поздно вот эта минутка есть для себя у меня лично для себя так что вот люблю очень вот это меня как-то расслабляет что ли или когда мне не спится и вообще люблю да каждую ночь но уже не каждый честно вот уход за лицом вы меня спрашиваете уже столько раз говорила как я ухожу за лицом и какой и но так как спрашивают и спрашивают вот решила заново сделать но не заново просто объяснить да раз уже что-то буду делать хочу объяснить просто такие тяжелые моменты когда сейчас люди столько у людей столько проблем знаете вот эти ролики вот это я мажу и вот это я мажу вот это я крашу я считаю что это так но раз вы меня просите я вам скажу молочком я вот этим пользуюсь вот этим пользуюсь молочком тоник то же самое от него они есть три вида для жирные для жирного лица для жирной кожи для сухой кожи и для нормальной вот это для нормальной ну короче не туда не сюда у меня кожа жирная так что потому что не было которые капли я делаю они из 4 4 вида они дешевые они дешевые вот эти я беру я думаю что они болгарские вот эти я беру они дешевые мне кажется 2 евро что ли стоит вот так вот это мне подписчица 1 выслала из германии вот это этой фирмы я им тоже пользуюсь запах такой не очень но вот этот запах вот этих запах шикарный эти я покупала чуть-чуть дороже вот эти я покупал чуть держали в аптеке покупала ну имеет больше эффект на разе которые вот эти болгарские так что вот этим пользуюсь вот вы меня спросили я вам ответила но я считаю что это неуместно все равно мне разницы нету кто чем пользуется я пользуюсь тем чем я могу потому что есть очень дорогие фирмы и все но я делаю то что я могу себе позволить если не могу не покупаю если могу покупая но вот это я не знаю лет 18-20 на районе пользуюсь много лет я пользуюсь это молочко я каждое утро и протираю каждый и каждую ночью протираю ваточки я вот эти покупаю почему они хорошие потому что раньше я ставила подставные ресницы и когда другими ваточками ты чистила на ресничках оставались это аудисик такая специальная марлячка вот она не пропускает и вот настолько я к ним привыкла что я не могу вот такая упаковка вот такая упаковка 1 евро стоит ну мне нара на дня 4 5 хватает упаковка не знаю так вот девочки я читала ваши комментарии знаете иногда не знаешь как ответить человеку как ответить потому что не хочется как вам сказать не хочу просто никого обидеть и своих близких я имею ввиду так как сейчас моей сестры нету уже бесполезно что-то говорить это бесполезно понимаете дело в том что я вообще не в курсе понимаете я не в курсе вы вы знаете все за свою сестру их не финансы и все вот я не знала вот когда маэстро квартиру купила девочки вот я вам просто рассказываю потому что я с вами делюсь понимаете с вами делюсь это меня никто не заставляет ни ничего еще что я вам хочу сказать я прекрасно понимаю что всем мил не будешь это невозможно если вы думаете что вы всем нравитесь и вы если самая такая и самая крутая откройте youtube канал вот увидите сколько критики вы наберете вы на самом деле не знаете даже как ваша соседка вам может улыбаться а вы даже толком не знаете что она воздумает я это своей жизни по опыту уже знаю иногда думаешь о этот человек сто процентов меня знает и обо мне хорошо думает а потом конце концов ты узнаешь что это неправда бывают такие моменты девчонки он по крайней мере у меня в жизни было что я своими ушами слышала и просто я бывала в шоке потому что я думала что она ко мне проходит душу изливает я и там что-то говорю еще а потом конце концов оказывается это все не настоящая это такой редкий случай когда ты найдешь человека настоящего который ты можешь не только поделиться а даже если поругаешься хоть год не общаешься знаю что этот человек тебя не предаст такого очень редко на руках можно почитать понимаете вот смотрите я вообще не лезла вы вы мне пишите вот но не все конечно но большинство меня поддерживает спасибо вам девчонки спасибо вам дорогие мои потому что я знаю прекрасно кто есть кто по комментариям видно по комментариям видно понимаете а семья что-то не устраивает я беру убираю все я не знаю есть такие вещи которые я просто не хочу говорить почему потому что я знаю что я неправильно поступлю поэтому иногда я молчу понимаете поэтому я иногда молчу не отвечаю не знаю как ответить или я просто ухожу от этого вопроса но вы должны понять что я не лезла никуда еще раз вам повторяю моя сестра когда купила квартиру я уже не знаю сколько раз я это буду говорить они купили вдвоем эту квартиру но я не подошла и не спросила а на чье имя вы купили а как вы кредит это взяли понимаете мне было неудобно и моя сестра мне не говорила об этом я не спросила на какое имя они взяли а кредит на чье имя дали понимаете теперь я я только вот единственное что знала сколько эта квартира стоит вот это единственное что я спросила за сколько ты купила ее и сколько ты платишь ипотеку вот это единственное что я у нее спросила и то не думайте что им понравилось что я это спросила потому что это не каждому нравится потому что если я вот такая открытая это не значит что она тоже была такая открытая у нее были вещи которые она мне говорит не хотела я видел что ей это не нравится понимаете это так интересно главное получается вот тогда мол кому-то я лезу в ее жизнь понимаете вот так получалось вот так получалось когда я иногда я говорил тогда не рассказывай мне если ты не хочешь чтобы я не лезла она мне говорила а ты что только послушать не можешь и все обязательно тебе надо туда залезть а у меня по-другому не получалось девочки вот поэтому я иногда и не спрашивал понимаете такой человек ты мне не можешь рассказать проблему и просто чтобы я тебя послушала и все я обязательно должна туда лезть обязательно должна думать как мне помочь то что есть разные люди я вот такая я себя знаю и поэтому я уже последнее время вообще не лезла почему потому что я что-то скажу девчонки я потом плохая становилась понимаете а вот сейчас я когда зятю сказала но раз она вот так с не получилось раз ее уже нету наверное ипотеку тоже закроют он мне сказал нет потому что она на себя ее не оформила если бы она оформила бы на себя после развода до квартира была бы оплачена так как она на себя ее не оформила тогда нет значит была оформлена на него это так получается он тоже у меня не рыба не мясо понимаете девчонки я вот не знаю же во всем это я же я не знаю девчонки понимаете я лезть туда не хочу тоже много я знаю что они когда развели что маэстро развод не хотела почему из-за документов она ему говорила подожди зачем куда ты спешишь у меня потом будут проблемы мне потом продлевать надо а он нет он поспешил развелся он поспешил развелся и они пошли договор сделали они развились по договору и он договоре они договоре написали там а я вот это знает то что это нам не сказала это как она не сказала мельком она как мы пошли разводиться и даже нам адвокат сказал я никогда такого развода не видела я бы какого конечно спасибо какого ну вот так Так что обоюдно так развелись, ни дележки, ничего. Он сказал, я отказываюсь от квартиры, квартира пусть ее будет, буду платить алименты. И маэстро его спросили, сколько, как вы договоритесь насчет алиментов. И маэстро его спросила, сколько ты согласен платить. Он сказал, столько-то. И она сказала, я согласна, подпиши вот здесь я эту бумагу. И они расписались и перед нотариусом заверили, что он будет каждый месяц платить столько-то. Из квартиры уходит, и никаких претензий на квартиру не предъявляет. И вот моя сестра, вот этот взнос, куда они платили, туда ставила, который он алименты, я не знаю, сколько он там платил. Она добавляла и платила за ипотеку. Отправляла за ипотеку, но там это счет ихний. У них был на двоих счет. Понимаете, вот оттуда вы деньги вытаскивались. Вот это то, что я знаю. То, что я знаю, я вам могу рассказать. То, что я не знаю, я не могу выдавать девочке и сказать. Я думаю, что поэтому квартира неоплоченная. Поэтому он говорит, мой зять, что нет, потому что она на себя не переоформила. Что квартиру на себя переоформить, надо там какую-то госплощадность платить. Я не знаю, как она называется. Может быть, у нее не было. Она же тоже вот такая была, девчонки. Не могла мне рассказать, не могла мне сказать. Если бы она мне сказала, я бы ей помогла бы. Она мне какие-то глупости рассказывала, но то, что на самом деле нужно было, не рассказывала. Понимаете? И поэтому, вы знаете, например, вот я к ней поднимусь, вот я вам приблизительно говорю. Не, не приблизительно, как я скажу, да, вот, например, вот зайду к ней, да, и смотрю, кран течет. Вот я вам говорю, вот как есть, да, вот кран течет. И говорю, у тебя ванный кран течет. Она говорит, да, я знаю. Я говорю, а что ты его не исправишь? И она начинала психовать на меня. А кто мне его исправит? Но, конечно, девчонки, я злилась и говорила, с кем ты встречаешься? Что, он подняться не может на 15 минут и тебе просто кран поменять? И уже мы начинали спорить, девчонки, спорить, понимаете, спорить. Потому что она говорила, он мне не мешает. Как не мешает? Там кап-кап-кап-кап. Он же 24 часа вот так течет. Просто так, бесхозная вода. Как это он тебе не мешает? И она говорила, тебе мешает, вот ты исправь. И я уже злиться начинала. Думаю, мне это надо, что ли? Вы мне говорите, вот у этого один комментарий есть. То у нее детей забрало. Девочки, если она работает ночью, если она работает ночью, как мне ребенка не забрать? Что вы хотите? Что я ребенка оставила где-то, чтобы какая-то женщина за маленькой девочкой смотрела? Она же совсем маленькая, крохотная была. Понимаете или нет? Я не могла этого допустить, потому что я в этот момент не работала. Я в этот момент не работала. Тогда я эту девочку себе взяла. Я ее смотрела, привозила, увозила. Постоянно. Постоянно, понимаете? Потом маэстро перестала работать. Девочка с ней пошла. Потом я обратно стала. Она обратно стала работать. Я обратно ребенка забрала. Потом я домой уехала. Девочку она обратно взяла к себе. Потом я приехала, я обратно ее забрала. Вот так, девчонки. Мы вдвоем, девчонки, воспитывали эту девочку. Просто есть вещи, которые я просто не хочу рассказывать, девчонки. Вот не хочу. Вы что думаете, от хорошей жизни, что ли, все это? У меня вот такие меры, вот это все. Девчонки, нет. Потому что если бы она меня прислушивалась бы, девчонки, она меня не прислушивалась. Понимаете? Сегодняшний день твои дети тебя не слушают. Почему должна моя сестра меня слушать? Когда я говорила, почему ты этих козлов, баранов каких-то находишь? Она мне говорила, так легко тебя судить. Потому что раз истыван тебе все делает, это не значит, что все мужчины такие. Как это не значит, что все мужчины такие? А зачем тебе он тогда нужен, если он не такой? Лучше одна жить? Тоже мы начинали спорить, девчонки. Понимаете? Тоже мы начинали спорить. А вот если я и ничего такого не говорила, у нас замечательные отношения были. Вот поэтому я старалась вообще ничего не говорить девочке, мои дорогие. Понимаете? Потому что мне тоже хотелось с кем-то разговаривать, мне тоже хотелось с кем-то общаться. Понимаете? Мне не хотелось туда идти и постоянно с ней спорить. Потому что уже в последнее время, если я что-то говорила, она мне говорила, ты как мачеха. Понимаете, девчонки? Она тоже злилась на меня. И так у меня своих проблем хватает. Я понимаю, что у нее депрессия была. Потому что она мать потеряла, она бабушку потеряла. Но я тоже и мать потеряла, и бабушку потеряла. Есть такие люди, которые ради своих детей горы перевернут. А есть такие люди, которые вот заходят в эту депрессию, и им не видно ни дети, ничего. Понимаете? Когда я ей говорила, слушай, у тебя же такие замечательные дети. А она мне, знаете, что отвечала? Что, все в детях, что ли? Я на это тоже обижалась, девочки. Почему? Потому что для меня все в детях. Я ей говорила, а как тогда, в чем тогда бывает смысл жизни, если не в них? Мы сестру уезжаем в Махачкалу. И моя сестра, я не знаю, я уже это говорила или нет. Есть вот такие пол-литровые баночки, такие маленькие девчонки. Специальная краска, которые ты сверху, ты сверху кафеля красишь. Любой кафель, который тебе не нравится, вот, например, он старый кафель, ты можешь его перекрасить в другой цвет, потому что кафель же он одинаковый везде. Просто можно сделать по-другому. И она решила, вот, насчет таких вещей она умная была, девочки. Я даже об этом не знала. И она говорит, есть такая краска, я куплю, а у нее такой кафель был безобразный. Ну, расцветок старый уже, понимаете. Ну, уже сколько лет этой квартиры были? Они купили, они ничего не сделали в квартире. И она говорит, я решила покрасить. Вот, пока мы в Махачкалу поедем к маме, да, я куплю эту краску, и пускай мой муж покрасит эту мне кухню. Я не знаю, сколько она банок купила, 4 или 5. И каждая банка стоила 50 евро в девочке. Это тогда были хорошие деньги, 50 евро. И сейчас они неплохие. Но тогда еще больше казалось. И мы уехали в Махачкалу. Приезжаем из Махачкалы. Девочки, я когда увидела, как он эту покрасил кухню. Я не знаю, девчонки. Я бы своего мужа бы просто за это, я не знаю, что бы я сделала бы, девочки, понимаете. Вы представьте себе, такая дорогая краска. Он даже кафель не помыл. Вот эти капли жира же есть, капли жира. Все, короче, девчонки. Взял, просто покрасил. Двери же есть, вот эти штуки, а двери вот эти. Как называть вот эти деревяшки? Даже эти деревяшки попачкал. Он даже их вот, этот ленточку вот эту, который одевает, специальную бумажную ленточку, чтобы если ты вдруг там вышел, чтобы не испачкал, да? Ничего, девчонки. Как попало, покрасил. Я говорю, ну я же покрасил. Даже мебель снизу испачкал, понимаете. Хоть мебель и старая была, но все равно. Дело в том, что вот такой у него руки откуда выросли, не знаю. Я когда это увидела, я просто вот так сделала. Понимаете, да лучше не покрасить, чем вот это сделать. Вот такой он был, девчонки. И она ничего ему не сказала, девочки. Обиделась, наверное, если я сказала, как ты плохо покрасил. Я бы, девчонки, такой бы скандал бы устроила бы, да? Я бы его заставила бы, девочки, заставила этот кафель поломать. Поломать. И поставить новый кафель, привезти кого-то, чтобы поставили мне кафель, потому что я вот так бы жить на кухне вот такой не смогла бы. Понимаете? Есть разные люди, девчонки. Мы хоть с одной, мы хоть родные, да? Но мы совсем были разные. Когда мы сделали троем ремонт, девчонки, как куколка, ее квартира стала. Я говорю, разве вот так неприятно? Она говорит, вау, какая квартира. Туда и сюда. Девочки, и все? И все? Я когда приходила, я говорю, как ты могла вот эти, вот это сделать? Она девчонке говорила, а мне нравится. Вот и все. Вот и все. Если бы я увидела, что моя дочка только один рисунок бы сделала, я бы ее так поругала, она бы больше бы мне не сделала в рисунок. Когда она мне говорит, ой, моя девочка, вот она, я, например, вот я вам приблизительно говорю, я ей там тени подарю, или она сама тени купит, и она мне говорит, она мне все тени испортила. Девочки, у меня здесь я постоянно вот в коробках все хорошие тени, все. Почему? Моя не портит мне. Потому что я слежу за ребенком. Куда он идет, я ходила, когда она была маленькая? Сейчас, что мне за ней ходить? За ребенком надо глаз да глаз, девочки. Ты не можешь стоять на кухне, картошку чистить. Если ребенок замолчал, надо пойти посмотреть, что он делает. Понимаете? И насчет таких поводов, вы знаете, сколько? Уже в конце концов я уже молчала, я уже ничего не говорила. Потому что это ее семья, я не могу туда постоянно идти, это неправильно, это неправильно, это неправильно. В конце концов она мне сказали, пошла вон отсюда, понимаете? Вот насчет мальчика вы мне говорите. Забери мальчика сюда, и все будет спокойно. Мой мальчик не хочет, потому что он с моим мужем не ладит. Не ладит он с моим мужем. И мой муж с ним не ладит. Почему, девчонки, я вам объясню? Потому что я сейчас, когда с ним жить пойду, я ему скажу, а ну иди сюда, лук давай почисти мне, давай порежь мне лук. Я пока картошку почищу. Не потому что мне я не могу лук порезать. Потому что я хочу, чтобы он учился потихоньку. Он свою кровать нормально застелить не может, потому что все за него сделано, понимаете? Его ни к чему никто не учит. А так нельзя детей воспитывать. Это я вам говорю. Особенно мальчика. Вот сейчас моей девочке 9 лет исполнится, она уже со стола убирает. Я сегодня сидела, разговаривала со своей родственницей и сказала, убери со стола. Она потихоньку тарелки туда начала относить. Потихоньку, потихоньку. Стакан за стаканом. Кетчуп в холодильник поставила. Я посмотрела, она сложила тарелки вот так. Буду я ее вот так каждый день приучать в течение недели. Пускай она просто со стола убирает. Потом буду говорить, принеси это, вытерь со стола. Потом буду говорить, эй, вот эти тарелки вот так убираешь, а потом вот туда ставишь посудомоечную машину. Вот потихоньку, девчонки, не сразу все. Я не хочу, чтобы она там, здесь у меня как золушка волонеет. Просто элементарно, немножко она должна мне помогать. И потихоньку, и потихоньку, и потихоньку. Когда я буду кушать, готовить, чтобы она тоже рядом стояла со мной, резала что-то со мной. Она уже хочет, она меня просит. Но я ей бою ножик дать. Потому что она еще не приученная. Вот я не знаю, девчонки, почему. Мне ее жалко. А вот его нет. Я считаю, что он уже большой. Он уже должен. Вы знаете, когда мы мебель эту убирали, как он таскал это все? Он мне не сказал, я это не сделаю, я то не сделаю. Вот он у своей матери уже все окна помыл. Потихоньку, потихоньку. Сперва плохо мыл, сперва плохо мыл, сперва так. Это все. Я ему говорила, я ей тарелка, не хочу, чтобы это капало. Не хочу так, не хочу вот так. Вот так сделаю, вот так сделаю. Потихоньку возмущался, не возмущался. Ну, сделал. Вот так потихоньку я ему всего приучу. Когда он туда жить пойдет, девочки, я каждый день буду там. Ребенка отвела со школы. Ребенка в школу отвела. Она пошла, поработала, пришла домой к нему. Адамчик, давай вставай. Что ты встаешь, не встаешь? Что ты делаешь, что ты не делаешь? Как это? Искупался в ванной. Все, бросил и ушел. А ну, взял это полотенце, взял вот это. Это туда поставь, это сюда поставь. Это приучать надо ребенка. Не знаю, зачем я это вам все говорю. Все равно найдете что-то. У нас в Дагестане все по-другому. У нас в Дагестане девочек, ох, как бомбят. Встала, это сделала, то сделала. Ребята, у нас вообще ничего никто не делает. Ничего мальчики у нас не делают. Ничего, абсолютно ничего. Вот я вам слово даю, девчонки. Я его совсем по-другому сделаю. Я не хочу, чтобы он был как его отец. Я не хочу. Его отец ничего делать не умеет. До сих пор, девочки. Как это? Тебе 50 лет, ты не можешь один гвоздик забить. Я бываю в шоке. Я бываю в шоке. У них там ремонт шел, у его отца, у его отца и у его матери. Ну, сейчас матери нет. Ремонт шел. Девочки, представляете, его отец там нагинался, что-то делал. А он просто стоял и смотрел. Я просто была удивлена. Как это ты стоишь и смотришь? Почему ты не нагинаешься? Ну, вот понимаете, вот так воспитали его, что он единственный мальчик, он ничего в доме не делал. Он шел в туалет, и его мама уже давала ему газету, потому что он в туалете газету читал. Он даже вот это нагнуться газету взять не мог. Ему мама сразу газету давала. Он выходил, у него завтрак стоял. Он уже стоял на столе. Он завтракал, мама поцелует, папа поцелует. Все, пошел. Он вот эту тарелку туда не нес, девочки. Мама ему говорила, а мне не сложно, у меня только один мальчик. Причем здесь сложно, не сложно? Ну, не знаю, девчонки. Надо же к жизни приучить все-таки человека. Я не знаю, что мой сыночек будет делать. Продолжать учиться или пойдет на работу. Я не знаю. Но я хочу, чтобы он ответственный, хороший мальчик был. Для него же лучше. Меня там кто-то спросил, а почему вы комнату девочки покрасили? А как я не буду ее комнату красить? Мы же там, нет-нет, будем оставаться на ночь. На субботу, в воскресенье я буду там оставаться. Потому что мне надо будет постирать. Мне надо будет погладить. Мне надо будет приготовить ребенка. Понимаете? Я же не буду успевать все делать за несколько часов. И нет-нет, буду приходить проверять, как там, что там. Я же его вот так просто не оставлю, хоть ему 18 лет будет. А пока ему 18 лет не будет, он там оставаться не будет? Не знаю, ответила на все вопросы, не ответила, но я постаралась. Насчет света вы мне говорите. Почему ты на свое имя не ставишь? Почему я должна поставить на свое имя свет девочки? Чтобы я за него платила? Пускай он платит. Он обязан платить, девчонки. Он обязан платить. Кто-то там мне написал, она хочет все под свой контроль взять, чтобы квартирой обладеть. Какой квартирой я хочу обладеть? Мне ничего не надо. То, что у меня есть, мне хватает. У меня в Махачкале дом есть. У меня этот дом есть. Что, мне солить, что ли? У меня детей нету, никого нету. Мне солить, что ли, дома? Если я хотела бы квартиру, девчонки клянусь, сегодня, завтра же пошла бы, купила бы. Завтра же пошла бы, купила бы, потому что мне банк никаких правлений, мне кредит дает. А 200 евро, 300 евро платить, я вот так могу, девчонки, как делать нечего. Понимаете? Зачем мне нужна эта квартира моей сестры? Это вот так она и звучит, квартира моей сестры. Наоборот, если я еще одну квартиру куплю, я поставлю на Кайтану, чтобы Кайтана у нее своя была, у нее своя была. Понимаете или нет? Вы мне говорите, почему сдавать не хочешь квартиру? Девочки, как это сдавать, если мальчик хочет таможить 18 лет? Что сдавать, на 4 месяца, что ли, сдавать? Чтобы то, что есть, тоже все изуродовали, а потом уже ушли за 4 месяца. И что это за 4 месяца? Какая копейка будет? Да ничего не будет, девчонки. Просто, знаете, девчонки, посоветовать так легко. Вы говорите, он потом заберет эту квартиру. Я вас уверяю, что он на это не пойдет. Я знаю его. Он просто ничем не хочет двигаться. Он просто не хочет двигаться, понимаете? Ему сложно даже позвонить. Он вот такой. Ему все давали, сделано. Он ничего в доме тоже не делает до сих пор. Он до сих пор, у него отец 80 с чем-то лет. И вот его сын, и он. Вы что думаете? Мой племянник за ним кровать делает? Мой племянник ходит за продуктами. Мой племянник мусор выкидывает. Мой племянник с дедушкой прогуливаться ходит. Поэтому он не хочет, чтобы он уходил. Ему же это выгодно. Ему же это выгодно. Со стола убери, Адам. Адам, иди тапочки дедушке принеси. Адам, собаку выгули. Адам, иди воду принеси. Адам, иди тапочку. Конечно, ему выгодно. И он с ним живет только самое больше полтора года, девчонки. Он всю жизнь жил с моей сестрой. Моя сестра в нем душу не чаяла. Душу не чаяла в этом мальчике. Понимаете? Я не знаю, для чего я это все объясняю. Такое ощущение, что я кому-то что-то хочу доказать. Нет, я никому ничего доказать не хочу. Я никому ничего... И так все доказано, девочки. И так все доказано. Я никому ничего доказывать не хочу. Понимаете, девочки? Я вам честно говорю, у меня душа разбита. У меня такое горе, девочки. Вот вы вот, наверное, не поверите, да? Я с того времени, как моя сестра ушла, я ни разу нормально не спала. Постоянно думаю, с ней разговариваю, понимаете? Не хочу ее подвести, девочки. Не хочу. Я хочу ей... Знаете, девочки, она может быть даже... Хотя она мне говорила, да? Я знаю, что ты меня любишь. Я тебя больше в жизни люблю. Но иногда тоже словами. Очень сильно обижала меня. И я ее обижала. И я очень об этом сожалею. Если бы я знала, я свой язык прикусила бы. Ну вот какая разница, девчонки. Как бы ни жила, что бы ни делала, вот ушла и все, что с собой забрала. Ничего. Ничего. Может быть, она и права. Не нужно так умирать, вот так, за это, за то, за какие-то, как она мне говорит. Вот что, если у меня там какая-то ветка сломается, я не могу, я переживаю. Я иду, я ее завяжу, я там сделаю. А ей, девчонки, это было как-то не так. Она по-другому жила, девочки. Она очень сильно похожа на стороны моего отца. Стороны моего отца у меня тетка такая была. У меня тетя такая была. Я не знаю, она жива, не жива, поэтому, говорю, была. У меня тетя такая была. Ей все похеру было. Вот так. Понимаете? Не все мы одинаковые. Зато, зато я вам могу сказать, как человек, она лучше даже, чем я была. Понимаете характера? Она лучше, чем я. Она мягче была, чем я. С ней как-то было легче найти общий язык. Я так думаю. Не знаю, девчонки, это мое личное мнение, да? Это выкинуть, мне кажется, тоже. Да. Когда я ей говорила, слушай, сестренка, ты ж такая красивая, ты ж такая стройненькая. Как это ты вот так? Давай маску сделаем, давай тут сделаем. Она говорила, ты отстань от меня, надоела мне. Не хочу я ничего делать, мне это не нужно. Понимаете? Мне хотелось, чтобы она ко мне пришла, чтобы мы с ней друг другу маски сделали. Так, давай я тебе волосы уложу. Я хорошо умею морошенькой укладывать волосы. Все, давай я тебе волосы уложу. Давай куда-нибудь пойдем погуляем. Ей было неинтересно со мной, потому что у нее было свои друзья, понимаете? Она думала, что я... Как вам сказать? Даже не знаю, как вам сказать. Хотя я знаю, девчонки, что мне когда вот там я, ну, с ее подружками встречаюсь, она там за меня говорила, ой, у меня такая сестра, у нее дома-то хорошо, она такая молодец, она такая хозяйственная, она такая насекая. У меня сестра всегда с маленьких лет такая была, девчонки. Понимаете? И она мне всегда говорила, я тебя больше жизнью моей люблю, я тебя больше своих детей люблю. И меня так это удивляло. А я их одинаково любила. Я даже не могу сказать, кого я больше любила, ее детей или ее. Вот не знаю, девчонки. Они наравне у меня стоят. Наравне. Как можно сравнить, кого ты больше любишь, когда ты любишь? Любовь это такая вещь, девочки. Вот я не знаю, у меня за ее детей просто вот, не знаю, воздух какой-то. Они просто мой воздух, девочки. А вы говорите, я у них квартиру хочу отобрать. Да вы что, девчонки, вы что? Ну, одна там есть, там написала одна. На такие внимания обращать не стоит. Но такое ощущение, что кто-то что-то напишет, прям сразу подняет. Да, я тоже так думаю. Да, я тоже. Да думайте, что хотите. Думайте, что хотите. Я одна знаю, как есть и что есть. Если я открыла канал и с вами делюсь, это все у меня уже никто за язык не тянет. Я же сама рассказываю то, что я хочу. И вы что думаете? Я не знаю, что всем не будешь довольна. Да, конечно. Вы что думаете? Я уже уже так, конечно, внимания не обращаю. Но снова чуть-чуть обидно становится, когда какие-то там вижу вещи, да? Обидно становится. Но знаете, что самое хорошее? Пу, взяла, удалила и все. И не видно. И не видно. И не видно. И не... Забыла. Поняли, да? Забыла. Девочки, я вас люблю. Я вам говорю еще раз. Любите себя. Уважайте себя. Не давайте себя в обиду. А если вы с такими мужиками живете, которые вообще... Это тоже вы виноваты. Тоже вы виноваты за то, что вы позволили, чтобы он вот так расслабился. Вот так расслабился. Я своему не позволяю, девочки. Не позволяю. Вы говорите, ты там из ТВ надобьешь. А что вы хотите? Чтобы он прошел и лег на диван, и все, что ли? Вот так же, что ли? Прошел с работы и лег на диван. А вы что думаете? От того, что человек много работает, от этого умирает, что ли? Движение – это жизнь. Движение – это жизнь. Понимаете? Конечно, надрываться кто? Вы что думаете? Мы пошли к моей сестре, мы что там, надрываемся, что ли? Одну стену побили, или завтра другую стену побили, послезавтра другую стену. Потихоньку мы не надрываемся? Нет-нет, там чай выпьем, нет-нет, обнимемся, с ребеночком поиграем, выйдем, прогуляемся. Не надо тоже сразу вот так, знаете, я там над ним издеваюсь. Наверное, больше меня его никто не любит и никто не ценит моего мужа, как я. Понимаете? Это же мой муж, за это мой муж. Вы что думаете? Я его прям добить хочу, что ли? У меня, кроме него, этих детей никого больше и нету. Я очень его ценю и очень его люблю. А если кто-то ценит больше, чем меня, адрес дайте. Адрес мне дайте. Если так прям, мне бы такого, приди забирай. Я ни за кого не цепляюсь, девочки. Ни за кого. Пускай за меня цепляются. Понимаете? В этой жизни, девчонки, я столько навидалась так же и хорошего, так же и плохого. Так что меня ничем не удивишь. Понимаете? Меня ничем не удивить уже. Ой, девочки, я уже наболтала. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok